Пока вроде никаких опознаний не намечается, слава богу. Ну так, прикольно. Бизнес-пласс. Мне нравится. Сейчас нам надо успеть на автобус. У нас есть примерно плюс-минус 15 минут. Полет для меня это просто какая-то пытка, аскорбоз. Сил на влог все меньше и меньше. Я кайфую. Получается уже сутки, как мы не спим. У меня закладывается сомнение, что чувак угнал автобус с пассажирами и за нас сейчас будут требовать выкуп. Тили-катили, да-катили. Где мама у нас? Не успели взлететь, как уже посадка. Следующие серии будут про море, отель и Анталию. Ну и снова здравствуйте. Прошло для вас несколько дней. Для меня всего пара часов еще дополнительных. Начинаем часть 2 с вот такой вот детской площадки. Так вот здесь самолет, где дети могут полазить. Но, в общем, мама говорит, тут где-то самолет был, вспомнила. Говорит, в него надо пойти, залезть и поспать. Потому что реально спать хочется очень сильно. Ну а мы двигаемся наверх, чтобы сделать чек-ин. Как я уже упоминала в предыдущем видео, здесь есть вот такие стойки самообслуживания, где можно зарегистрироваться, получить на багаж этот код, короче, листочек, наклеечку. Ой, честно, голова уже не соображает. Весна уже сколько? С трех часов ночи. Сейчас четыре часа вечера, уже больше двенадцати часов. И с учетом того, что поспали мы ночью всего два-три часа, два с половиной где-то я поспала. Поэтому, да, уже соображает голова туго и слова порой зависают в голове. Ты говоришь, говоришь, а потом поп, понимаешь, у тебя просто слово вылетело из головы. Как уже собралась такая вот очередь. Большая-небольшая, не знаю, но... Ну, времени у нас много, еще три часа до вылета. Так что... Можно не торопиться. Второй раз за сегодня. Кстати, у нас там стоит зачеркнуто время. Здесь вылезли людей, лучше говори. И вот мама меня поправляет, да. В общем, у нас зачеркнуто там время вылета почему-то. Прямо мы аж немножечко напряглись, как бы и этот рейс не перенесли. Потому что мы летим с пересадками в Стамбуле, как я уже говорила, да. Если он задержится, то, походу, мы останемся в Стамбуле. Кстати, в первой части я уже показывала терминал. Но вот здесь я смотрю, я знаю, что я не показала, что у нас вот такие вот коляски можно взять для детей. Раньше здесь были обычные коляски. Сейчас, видите, сделали специальные, которые не пачкаются в комнате. То, что называется дежавю. Паспортный контроль. В общем, такая вот очередь, чтобы зайти в зал ожидания. Потому что там вот люди позаходили какие-то. Сил? Нет. Надеюсь, самолет удастся поспать. Там наш самолетик стоит. Turkish Airlines. На нем летим. Пока, вроде, никаких опозданий не намечается. Слава Богу. Будем надеяться, что так и будет. Ну все. Идем мы на фасад. Время. Такие вот чувства. Ух ты! Время. Это бизнес-класс. Ну так, прикольно, как в бизнес-классе надо взять, и ножки поднимаются, циклянка, подставочка, клёна. Оказывается, телевизоры или мониторы есть везде, и тут даже есть русский язык. И ещё такие вот кузна-ушечки в местах в Ухмении. Интересно. Это новый достаточно самолёт. Летим с комфортом, но место для ножки мало. Вау, вообще, плавные нарушения. Вот тут прикольно такие, можно подкинуть себе на голову, держишь, как ты мне падал, когда услышишь. Я планирую кусать. Ну, сначала поснимаю для вас взлёт. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 выглядит аппетитно конечно сил на влог все меньше и меньше ходим против тему что на скамеечках где походим походим на него здесь машины всякие аренду тоже кто-то спит мы тоже бы поспали вот те чем не в отель аэропорта аэропорта а что у нас у нас где у нас наше бастурма или плитом это бастурма и Покушали в самолете, а как-то, кажется, это косички, да? Ну, печенечки. О, смотри, у них какие-нибудь печечки есть с водой. А весь сад такой-то 25. Ну, на 3 дели. Ну, да. 8 фронт. Давай купим. А что это? Дозерок. И бутылочки с лимонадом маленькие совсем. А вон просто водичка, смотри, это лимонад. А там еще сок. Сок, сок, сок. Лимонадик. Да. Здесь, конечно, на втором этаже поприличнее, чем на первом этаже. И все уже как-то. По сравнению с тьям аэропортом. Как-то так себе. Опять. А тут вот такие кафешечки. Что-то тут сверлят еще. Тут поспишут. Бургер всякий, чуть камера не отмывается. Какая-то она же все такая заляпанная стала. О, секи из номера. Да. Весело с таким звуком. Дрррр. По спичку. Выгляжу, конечно, просто шикарно. Огонь. Хотя, если честно, мне кажется, лучше, чем вчера. Хотя я спала дома. Ну нет. Но весело. Весело. Честно, мне прям эта поездка очень нравится. Я кайфую. Кайфую от приключений, которые нам довелось пережить. Давно у меня не было таких вот. Хотя вспоминаю свои предыдущие поездки в Португалию и в Копенгаген. Там, конечно, тоже приключений мне хватало. Но вот сейчас как-то я по-другому немножко еще. Может, тоже с мамой еду. Блин, шум. Ой, не знаю. Но что-то как-то поменялось. Что-то во мне по-другому. Вот авиакомпании Pegasus мы летим. Достаточно большая такая стойка регистрация с этой стороны и с той тоже. Но стоит там все закрыто. О, тут даже ресторан есть, кстати. Вот это, конечно, поприличнее уже. А там Макдональдс. 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 Походу я бы прошла, что ли. Это все. Это усталость. Давайте сравним с норвежским туалетом. Турецкий и норвежский туалет. Нормальный какой-то туалет. Ой, прикольненький. Даже мне нравится. Ну так. За ту жопу помочь можно сразу смотреть. А, в общем, тут нормальный какой-то. Я зашла. Не такой. Шлепаю на чеки. Очередной. За сегодня. Прошли мы в зону вылета. Мородочки немного. Глянем по-быстрому, что у нас тут интересует. Яички вкусненько, аппетитненько выглядят. Кстати. Не все работает. Так, времени у нас сколько? Времени у нас два... Сколько времени? Где стоит? 2.43. 2.43. 2.43. 2.43. Ну и все, уходим, уходим. Да. 2.43. Вылет у нас 5.45. Бординг начинается в 5.10. Значит, времени у нас много еще. Мы ищем, куда бы нам присесть, чтобы перекусить. А там еще наверху мам кафе. Ты видела? Ищем кафе с диванами. Что я с вещами поперлась? Подожди, надо вещи-то оставить. Вот. Сейчас покажу вам. Тут тоже есть диван. Тут пиццерия, но она сейчас не работает, что ли? А народ тут спит. Где попало? Старбукс. Тут тоже спит. Все забито. Все диваны заняты. Вот. Ну ааа. Тут закрыли бы. Тоже посидеть, поспать надо. Ну ааа... Да. Видите? Они спят. Тут лежат на диванчиках. Сейчас буду спускаться. покажу еще поближе, хотя в принципе так видно а вот в принципе здесь мне кажется тоже можно по мне себе пробежать надо наверное брать маму ийду сюда что то мы там в кафешке застряли ну да тут мест побольше лупого ума Здесь вообще огромный зал, пустой. О, туалет в самом конце, боже мой. Вообще, надо весь аэропорт пройти, чтобы руки помыть. В общем, 3.40, то есть получается уже сутки, как мы не спим. Ну, скажу честно, в автобусе я только начала засыпать, было ощущение, что я проваливаюсь в сон. Но мы приехали, приехали, и надо было выходить, потому что приехали очень быстро. Ну и в предыдущем видео я уже говорила, повторюсь еще раз, накануне мы тоже спали всего 2 часа. Хотя, я не знаю почему, но спать в принципе, не могу сказать, что очень сильно хочется, что я вот прям готова сейчас уснуть где угодно. Может, чайок турецкий так действует. Вот дабы не сидеть без дела, ценность не... Вот мама подсказывает, что надо ценность иметь. Мы находимся на железном... Да, вот мы заказали 2 чая. И взяли булочку такую слоеную с мясом и заплатили 100 с лишним полом. Ну, это 10 евро, 11 евро, скажем так. Вот. Но я, чтобы тебе сказать, что да, я занята... На вокзале, так и сегодня первая серия, которую кто-то, наверное, уже посмотрел. И... Кто посмотрел? Ладно. Смотрите, бродила здесь ночь, и помните, как было пусто? Все эти скамеечки были пустые, не было людей. И сейчас народ появился достаточно много. Да, нам сюда. Здесь мы еще не ходили. Смотрите, а здесь уже повеселее. А, ну это Старбургс, понятно, почему веселее. Тут цветочки зелененькие. Остался еще один перелет, и мы на месте. Но на автобусе мы еще сегодня не катались. Где мама? Ну что, поехали? На бельщике прокатимся. Что-то мы едем, мы едем, едем, мы едем. Вот думаем, до Анталии что и поедем. Это на бельщике. Далеко, однако. Держаться так неудобно. Полтается. У меня закладывается сомнение, что чувак угнал автобус с пассажирами, и за нас сейчас будут требовать выкуп. Ну, едем уже минут 10. Ребят, ну это как-то... Странно так. Куда нас везут? Ну вот 15 минут, где-то мы уже точно едем. Уже стекла запотели. Так же не видно. Можно сердечко рисовать. Мы все едем, 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 едем. Прибыли. Вот наш самолет. В общем, в 5. В 5.16 мы сели в автобус, сейчас в 5.40. Чтобы вы понимали на минуточку. Сколько нас катили сюда. Катили, катили, да катили. Где мама? Так, у нас 17-е место. 17-й ряд. 2-й ряд. 4-й, 12-й, 16-й, 17-й. В общем, у нас снова место около... Сзади у нас аварийный выход. И это значит что? Это значит то, что в спинке кресел не откидываются. Второй раз подряд. Хотя на первом самолете, да, у меня было 13-е место тоже около аварийки. Но мы не полетели на нем второй самолет. Получается, мы сидим, вообще места не было практически. И третий самолет. И мы опять сидим на таких местах. Они издеваются над нами. Еще и место окошко. Хотя она сказала, а у нас будет, а у нас будет С. Веселая, веселая поездка. Я никогда ее не забуду. Смотрите, а фишка в том, что мы приехали обратно туда, откуда мы уехали практически. То есть, получается... А, или мы объезжали все взлетные полосы и приехали на другую сторону. Ждем еще один автобус. А, кстати, смотрите, это тоже робот 321. Мы летели на тоже на 321-м, который был с... Экранами, но тот был нео, а это просто 321-м. Такая вот разница. В общем, снять взлет и посадку в этот раз у меня не получится. Но! Ванна пусть договорится. Но! Получается, мы проводили солнышко в самолете. В полете. И встретим рассвет тоже в небе. Здрастное солнышко. Не успели взлететь, как уже посадка. Очень жестко, при чем было. Надо было снимать. Сейчас так пахнули об землю. Ну, все хорошо. Теперь будем отдыхать, насладаться отдыхом. Ну, все равно. Ну, все равно. В Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, мы в машине, едем в отель. Спасибо огромной сестре за то, что она заказала нам трансфер. Немножко, конечно, мы побегали, но главное уже здесь. И на этом, наверное, приключения наши пока закончились с перелетом, по крайней мере, с переездом. Да, на этом будем говорить пока-пока. Ой, так, надеюсь, закончились. И следующие серии будут про море, отель и Анталию. Субтитры сделал DimaTorzok